Марго, ты мой сон, я твой сон мы все голограммы друг друга, как раз сегодня этот вопрос уже так обкашляли, но я думаю будет наверно всем интересно, то что написано ты мой сон, я твой сон с одной стороны это так с другой не так, потому что нет ни ты, ни я и нам кажется, что нам снится сон, на самом деле та сила которая проявляется через нас, она же через нас видит и наши сны, она создает вот это все, мозговую деятельность, и соответственно поскольку та сила создает и наш мозг и все остальное, то сны которые проявляются в жизни тоже видит эта сила, так же как и то что происходит в этой жизни я гуляю, она все это как бы осознает, наблюдает, ну проживает, то есть по сути она, эта сила создавая вот это все засыпает в том, что она создает и видит этот сон, и ей неважно бодрствуете вы или спите то есть для нее и то и то сон, то есть я не знаю у кого-то может быть был или нет, иногда во сне вы там засыпаете и бывает вы проснулись вроде что-то делаете, потом понимаете что вы во сне там еще раз просыпаетесь, вот это тоже похоже состояние, то есть вы засыпаете еще во сне, потом просыпаетесь как бы два раза в вашем сне все кто там появляются это вы, то есть вы просто замаскировались в них якобы это не вы, когда вы во сне с кем-то общаетесь, вам кажется что это абсолютно посторонний человек, он может вам нравится, не нравится, может вы там с ним воюете или там любите его, но это вы создали его и с ним взаимодействуете и эта же сила точно так же создает и здесь полная аналогия по сути мы все персонажи сна вот этой силы, но настолько хитро, что она проживает через каждого этот сон, то есть если нам снится сон и мы проживаем только через нашего аватара, мы не можем проживать его через того, кто нам кажется в этом сне не я, да мы проживать можем только через тот кто в этом сне как бы самый главный а вот представьте, что если бы вы обладали такой силой, что вы засыпаете и вам снится сон одновременно с позиции себя и одновременно с позиции всех персонажей, которые в этом сне и для них персонаж, если вы войдете в другого персонажа, то есть вы окажетесь как бы тоже объектом, то есть там не будет как бы одного персонажа и вы будете одновременно во всем, но у нас как бы мозг наш ущербный, да, то есть он просто… вы просто не сможете понять вот этой ситуации, это все равно чтобы перед вами поставили… вот сколько у нас на земле? 8 миллиардов, да? вот перед вами поставили 8 миллиардов телевизоров, и вы бы одновременно смотрели во все эти 8 миллиардов телевизоров и все понимали, что там происходит вот вы можете представить, что ваш мозг на это способен? даже там двух-трех телевизоров уже как бы вы в одном будете видеть, второй будет фоном уже идти, то есть у нас в жизни все так происходит, что-то одно мы выделяем, все остальное фоном, вот даже вы если смотрите на какой-то объект, там на камеру, да, я смотрю на камеру, но я вас также всех вижу, то есть но вы фоном, если я могу смотреть на кого-то, выделяя, то есть фоном будет камера, но я ее тоже вижу, и кстати в медитации тоже вы можете что делать? вы можете например наблюдать мысли, вашу мысль, и все остальное становится фоном, но что интересно, что вы можете наблюдать также и фон, в котором появляется эта мысль, и вот тогда мысль становится фоном, и тогда она уже не может вас зацепить и куда-то утащить, вот это тоже, я кстати забыл об этом вам рассказать, но можно вот это использовать, то есть вы в медитации наблюдаете не сами мысли, а то пространство, в котором они возникают, вот так же как в этом зале, если смотреть не на каждого отдельного человека, а просто смотреть куда-то в пространство, но ни на что конкретно, то есть вы понимаете, что в этом пространстве все что здесь есть, оно просто в нем возникает, а вы вроде как бы ни на чем не акцентируетесь, и соответственно не видя вас, да, я не могу вовлечься, я не могу видеть ваших лиц, то есть я вижу как бы контуры такие, вот, и также в медитации контуром может стать ваши мысли, и эта контурность не даст уже возможность вас куда-то втащить в какую-то историю, в сериал, в какое-то событие, но ум очень не согласен, что там, я там чей-то сон, да, то есть вот это наше эго, то есть то, что мы себе присваиваем все, что даже по сути, в общем-то, не наше, но свойство эго – присваивать и структурировать и говорить, что вот это я, то есть вот он, наше эго озабочено как раз только тем, чтобы коллапсироваться и быть каким-то отдельным существом, потому что вся информация, которая у вас в голове, практически, в большей степени, это внешне какая-то информация, есть еще информация, которая идет из вашего опыта, да, но его надо для этого прожить, и не бояться его прожить, как записка какой-то, то что огонь обжигает, вы можете прожить на собственном опыте, но как правило большую часть опытов мы проживаем в детстве, которые опыты травмирующие, скажем так, когда мы обжигаемся, когда мы там пальцы в розетке суем, когда мы там режемся, колемся, ну в жизни это все равно случается, но вы уже как бы, у вас есть опыт, да, что ножик может обрезать, порезать огонь, может обжечь, ток может ударить, то есть вы набираетесь вот этой информацией, но как раз вот в исследовании, когда вы откидываете вот эту всю информацию, которая вложилась вам в голову, да, вы приходите в такую некую изначальность, вот эту изначальность ребенка, который еще только начинает познавать мир, но эго как раз не дает нам этого делать, потому что она уже это все упаковала, как файл, да, и в компьютер запихнула, все он там уже есть, типа вируса такой, эго можно назвать вирусом, все оттягивает на себя, все присваивает, вот мы в школе учимся, там учимся химии, там еще астрономии, еще чему-то, вот, и мы говорим знаем, вот вы знаете формулу воды, там H2O, да, вы видели вот это H, видели вот это 2, видели это O, то есть вы только верите, да, тому что вам научили играть, я знаю, то что дважды два четыре, но какие-то вещи, то что тоже дважды два четыре, да, то есть это вы могли там по палочкам сложить, эти палочки и получить тот ответ, который был кем-то вам дан, и это уже ваш прожитый опыт и вот смотрите, что интересно, сейчас много люди практически всеразумные, да, но сколько сейчас там теории плоской земли, например, там еще чего-то, и по сути-то мы не знаем, какая земля там на самом деле, одни там верят, что одна, другая, другие, но все там опять присваивая себе этот опыт, говорят, я знаю, что земля там плоская, да ему кто-то где-то он прочитал, не прочитал бы, он бы там не знал бы, что она даже там шарообразная или еще какая-то, хоть треугольная, но он никогда там в космос не летал, не видел, ну космонавты, наверное, которые летали все-таки могут что-то более обстоятельное сказать, хотя им тоже не верят, конечно, что они засланные, придумывают все поэтому вот мы как вид, это просто вот наша личность, это просто набор информации, эго присваивает себе эту информацию и утрамбовывает, пытается, чтобы вот это я была выделенность, конкретно чтобы она отделялась от других и вот тут как раз чем больше мы идем в эговость и чем больше мы отделяемся от других, тем меньше мы уходим от состояния вот этого единства, как раз вот уже тогда исчезает понимание, что вот все люди которые здесь сидят – это суть одно, чтобы это понять надо самому прожить то, что ты един во всем, то есть то, что в тебе неизменно, оно находится во всех тогда ты видишь, что на этой базе выстроена целая куча разных фигур, как из песка строят замки какие-то, они там все разные фигуры строят или изо льда, пускай там изо льда, и человек может видеть фигуру дракона какого-то, принцессу, еще кого-нибудь, Гитлера, Чингисхана, но по сути, если приглядеться, это же все лед, когда он растает, это будет все водой, то есть по сути, это все одно, то есть фигуры разные, но их суть одна – это лед также и мы все разные, но у нас вот суть одна – это вот это божественное проявление, наше присутствие